В этом месяце в Якутии начинается сезон охоты на водоплавающую дичь. В ряде муниципальных районов были установлены сроки разрешенной охоты. Так, с 14 по 23 мая уток разрешено стрелять в Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Мирницком, Нюрбинском, Аймеконском, Сунтарском и Тампонском районах. В Кобяйском Улусе инспектора охраны природы строго следят за сезоном охоты. В очередном рейде приняла участие наш корреспондент Татьяна Владимирова. Установлены предельные нормы добычи на одного охотника на сезон. Гуси 7 особей, турпанов 10 и уток 30 особей. Помимо этого запрещена охота на все виды лебедей, журавлей и на виды птиц, занесенных в Красные книги России и Якутии. А также на особо охраняемых природных территориях, режимами которых охота запрещена. В принципе у нас законопослушный народ пошел уже. Выходят 14-го, ждут строго 14-е число. И все уже с разрешениями. Инспектора охраны природы Кобяйского Улуса регулярно проводят выездные рейды с участием работников полиции. Рейды – это одна из наиболее эффективных форм борьбы с нарушителями природоохранного законодательства. Это очень важное и ответственное мероприятие. Особенно рейды актуальны в сезон охоты, паводка, сельхозпала, пожароопасных периодов и так далее. Основная цель работы доблестных инспекторов – это оперативные выявления и пресечения и устранения возможного факта негативного воздействия на окружающую среду в результате хозяйствующей деятельности человека. Мы сделали с апреля месяца 5 рейдов, 5 выездов. Вылиных пока нет нарушений, но тем не менее рейды проводятся согласно плану. Технику нам на сегодняшний день предоставила администрация МОК, Кобяйский Улус район. А также напоминаем, что во всех районах Якутии сейчас в единые сроки, начиная с 1 мая, идет сезон охоты на боровую дичь. Это самсы глухаря Тетерева. Срок окончания данного сезона до 16 мая. И с 1 по 4 июня на территории Кобяйского района можно будет поохотиться на обыкновенных и горбоносых турпанов. Татьяна Владимирова, НВК Саха, поселок Сангар.